Всем привет, друзья! На связи Антон Бустер и я хочу все больше и больше погружать вас в проекты. Это будет один из таких мини-разборчиков коммерческого проекта. Мне хочется максимально погружать вас в эту сферу и рассказывать какие-то особенности и нюансы работы над определенными проектами. Проект, о котором я хотел бы поговорить, это Motion Graphic для сплата, а конкретно, если то, для определенного какого-то продукта. И сейчас вы посмотрите готовый результат, готовый ролик, после чего я расскажу ряд особенностей работы над этим проектом. Миллионы лет природа стремилась к совершенству. Используя ее силу, мы создали ополаскиватель Splat Total. Каждая его капля натуральна на 99%. Он бережно отбеливает, снижает чувствительность эмали, создает защиту зубов и всего организма. Ополаскиватель Splat Total. Доверься природе. Друзья, как и в любом проекте, нам нужно всегда сначала проанализировать и понять, что нам необходимо продать нашему клиенту. Так как это коммерция и здесь, конечно же, звук должен всегда работать в связке с нашим видеорядом. Как происходил рабочий процесс над этим проектом? В большинстве своих проектов я начинаю работу еще на стадии разработки самой motion графики. В основном сами дизайнеры мне присылают драфты, где только какие-то эскизы, тексты, рассказывают про проект. Ваша задача, если вы хотите стать профессиональным саунд-дизайнером, конечно же, быть максимально детально внимательным ко всему. Не стесняйтесь расспрашивать, что будет, для чего это, что хотят донести сами владельцы, дизайнеры до нашего клиента, скажем так. И это зачастую поможет вам в осознании, какой звук, какую музыку мы хотим здесь получить. В этом проекте мы искали на старте уже какие-то референции, которые подходили бы под наш проект. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы отсечь максимально какие-то неправильные, скажем так, ответвления в разработке звука и музыки под проект. Такое часто бывает, когда мы вроде как слышим и понимаем, что мы хотим в звуке, но по итогу, по финалу мы просто получаем совершенно другой продукт, не тот, который мы хотели на старте. И чтобы этого избежать, потому что время всегда золотое, нам необходимо примерно хотя бы выбирать какие-то референции, чтобы мы могли понимать, в каком направлении нам двигаться. Как вы уже заметили, в данном проекте многое завязано именно на музыке. Если смотреть разработку с нуля, то есть как это происходило, то было написано 2 или 3 трека. То есть были сначала какие-то попытки подчеркнуть отдельные сцены, потом мы поняли, что скорее всего нам нужна другая динамика. А когда уже начала вырисовываться сама неимация и вектор создания музыки уже был определен, ребята-дизайнеры уже могли детально работать с отдельными сценами и озвучивать мне в процессе уже где нужны какие точки, акценты и так далее. То есть с каждым драфтом мы все больше и больше понимали, что мы хотим получить в конечном результате и где нам нужно сделать акценты. Я в свою очередь всегда в процессе подсказываю дизайнерам и рассказываю, какое количество тактов здесь желательно было бы сделать, какой дроп подчеркнет тот или иной момент. Допустим, где ставить место для саунд-дизайна и так далее. Что в принципе происходит в работе над каждым на самом деле проектом, который попадает мне в руки. Если пробежаться по всем этапам еще разочек, то сначала у нас идет какой-то минимальный черновичок, далее уже с этим черновиком и референсом мы уже пишем какой-то скелет музыки. Мы впоследствии можем, конечно, отклоняться от стиля и менять референсы, но желательно это сделать, опять же, повторюсь, на старте, определить какой-то вектор. И уже в дальнейшем, когда вырисовывается сцена за сценой, мы можем дорабатывать и отчеркивать музыкой какие-то отдельные моменты. Это, скажем так, база. После чего уже, когда сформирован максимально приближенный к финалу драфт, то в музыке, что в видео, идет детальная проработка, какие-то отдельные акценты, уже работа с саунд-дизайном включается. То есть мы прорабатываем отдельно сцены, фрейм за фреймом. И в конце, конечно же, идет работа с голосом. То есть мы получаем исходник голоса, режем его, если нужно, обрабатываем и финально сводим все это. Если подытожить подобные проекты, наша задача понять, первое, какая динамика будет в анимациях. От этого мы можем уже искать какие-то референсы, подбирать, да, и писать уже примерный скелет музыки. Второе, это выделять акценты в нашем видео. И уже на старте закладывать, что здесь нам нужно как-то подчеркнуть. Если мы хотим, чтобы наше видео работало в связке с музыкой, то мы на старте уже какие-то определенные моменты подчеркиваем, выделяем. Третий этап, это правильно выстроить микс и баланс. То есть мы должны понимать, если это коммерция и нам необходимо донести до нашего покупателя какую-то важную информацию, то мы должны понимать, что звук в любом случае играет второстепенную роль. А самое главное, это визуал, а звук и музыка играют уже какую-то вспомогательную роль. Но нужно не забывать, что если мы прорабатываем нашу анимацию в связке с музыкой, и прорабатываем музыку так, чтобы она работала прям вместе, то нужно уже понимать, что наши звуки, скорее всего, будут играть какую-то вспомогательную именно роль. Именно третий какой-то слой. То есть на бэке либо точечно-акцентно выделять какие-то моменты. Почему? Потому что у нас уже есть связка музыки с видеорядом. И, конечно же, здесь самое важное, это не испортить все саунд-дизайном, звуком. Ну и финально, конечно, это все грамотно свести, вот эти наши три слоя, чтобы одно другому не мешало, и чтобы наш голос был на первом плане. Вот такие вот нюансы. И я надеюсь, что в следующих проектах я буду более детально разбирать какие-то моменты уже в самом проекте. Потому что, к сожалению, не все у меня проекты и исходники остались. Но хочется показать самые интересные из них. До скорых встреч. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным.